Всем здорова народ, только что для вас записал классное видео, записывал больше часа, торговал по своим сигналам, но припадаем его так, как будто бы вот с вашей стороны будет идти торговля, получилось 9 плюсов в ряд, а где я вот сейчас нахожусь, вы узнаете об этом видео, так что всем приятного просмотра. Сейчас я сигналю с Европы, выбрался в Литву, завтра еду в Париж, на улице сейчас идёт дождь, я сигналю, просто я подумал, я никогда вам не записывал видео с отдыха, как я работаю на отдыхе. Так, сделочка зашла, первый сигнал пошёл, но это уже не первый, всё, пошли комментарии, ставим плюс, даём второй сигнал, евро, японский иен, вниз 5 минут, переходим в терминал Бинома, видите, я прогадал пик, раз, два, три, четыре, пять. Всё, видите, я уже сюда не захожу, я провтыкал сигнал, и сейчас заходить бесполезно, то есть, когда вы торгуете, видео-то как раз для новых зрителей, кто спрашивал, как торговать, смотрите, я дал сигнал, да, и вы зашли в терминал, пока туда-сюда, вы опоздали, потому что график резко ушёл, вот сейчас заходить уже нет смысла, конечно же, он может идти дальше, идти вниз, но сейчас я заходить не буду, то есть, я вот сигнал пропускаю, народ, когда даже я даю сигналы, я, бывает, их пропускаю, я на терминале посмотрел, вижу нормальное понижение, хорошо заходит, можно давать сигнал, сигнал дал, только пока я перешёл, я же сначала публикую сигнал, а потом уже захожу сам по сигналу, то есть, я даже, возможно, захожу в сигнал после вас. Так что, этот я сигнал пропускаю, встретимся на следующем сигнале. Возможно, возможно, если он вырастет, да, возможно, если он вырастет, вот где-то до этой вот отметки, вот тогда можно заходить. Видите, время я себе уже поставил, то есть, 5 минут уже время идёт, и теперь мы просто следим. Сейчас не лучшая точка для входа, вот когда он поднимется вот где-то сюда, тогда можно заходить. Хочу вот такое видео записать, то есть, как бы с вашей стороны, как идёт торговля. Ещё смотрю, сижу на плазме я этот, без звука у меня, снукер. Так, закончился у нас сигнал, люди добавили комментарий, сигнал зашёл в плюс, вот видите, вот здесь было где-то закрытие, люди вот здесь вот зашли, и у людей плюс. Итак, снова у нас сигнал, доллар, японский иен, вниз 5 минут, вот здесь ему нужно заходить, раз, два, три, четыре, пять, давайте, чтобы я успел, и отлично, я зашёл, зашёл на понижение. Когда вот так вот нарезка идёт, 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 дайте, чтобы график, график как бы устаканился, да, появился определённый коридор, и тогда заходите уже на понижение, берите догон. Видите, вот произошёл разворот, тогда можно было брать догон. Я пока этого делать не буду. Опасная ситуация, я догон не брал, и может не зайти на последней секунде. И он не заходит. На последней секунде не зашёл. Но если бы взял догон, всё было бы нормально. Смотрим, что у людей, у людей плюс, нервишки у кого-то пощекотало. Итак, новый сигнал, доллар, японский иен на повышение. Вот в этой вот просадке мы делаем на повышение. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, у нас произошла хорошая просадочка, здесь можно смело брать догон. Взял догон на двадцать евро. Перестраховался. Видите, график подошёл немного к линии, сигнал не заходит. Я вот здесь вот подождал всё это время. Ого, жёстко на конце было, очень жёстко. Итак, у нас два догона зашли. Одна сделочка не зашла. Люди догон не взяли, у людей произошёл минус. Итак, появился у нас коридор. Снова по этой же валютной паре входим вверх на пять минут. Переходим в торговый терминал. Началось уже повышение. Выставляем. Я-то выставляем раз, два, три, четыре, пять. Пока выставлял, видите, не успел. Вот так вот, нужно эти сигналы ловить, потому что всякое бывает. Вот здесь вот я ловил коридор. Давайте я здесь уже зайду против своего сигнала, то есть на понижение. Или сейчас всё-таки зайдём на повышение. Видите, здесь я торгую по скальпингу. Вот, видите, у нас идёт коридор. Вот один пик, второй, третий. И вот просадки. Одна, вторая, третья. Сейчас график находится между, между двух, между линией поддержки и сопротивления. Так что пока здесь никуда я не буду заходить. И просто ждём. Народ, вот такая вот торговля. Никто никуда не спешит. Никто не ставит, куда попало, лишь бы поставить. Если вы видите, что график не соответствует, пропускайте. Блин, так всё просто не будет. Зашёл на 10 евро на понижение. Так, сигнал был вот здесь вот на повышение. Я, напоминаю, я не успел зайти. Захожу по скальпингу на понижение. Сейчас можно ещё зайти по сигналу. Ещё можно зайти по сигналу. Ещё нужен скачок резкий вниз. И зайдём по сигналу. Вот здесь, вот здесь. Давайте здесь зайду по сигналу. Вот, отлично, словил. Большая волатильность. Прыгает график в разные стороны. Видите, буквально за пару секунд обвалился. Так же он может подняться, вот как сейчас. Так, давай, давай. 30 секунд осталось. Отлично, я зашёл, словил скальпинг. Ого, выстрелил всё-таки. Жёстко. Смотрите, что с ним делается, да? Всё отлично. Отлично. Две сделки затащили. И у людей тоже плюс. Плюс. Плюс, догон, плюс. Всё, у всех плюс. И у меня плюс. Подождите, дайте я свой плюс поставлю. Так, народ, вышел ещё один сигнал. Вот здесь он, я его дал. Я только что отходил, стучались в номер по поводу света, спрашивал. Сейчас я вам расскажу, что я спрашивал. Так, я вот дал сигнал, но я в него опять не вошёл. Он опять плюсовой у людей. Четыре минуты прошло. Короче, что я вам сейчас расскажу. Когда выходишь с номера, да, вот в Египте, там было так... Короче, когда здесь выходишь с номера, ты вставляешь карточку, да? И карточка, когда ты уходишь с номера, карточку вынимаешь. И весь свет отключается. То есть не работает ни одна розетка, да? Но в Египте были такие пару розеток, которые работали. А здесь ничего не работает. То есть я хотел выйти с номера, да, и поставить телефон на зарядку. Так, сигнал зашёл, у нас плюс. Но нельзя поставить телефон, потому что всё вырубается. Я спрашивал, как сделать. И она сказала, у них нельзя так сделать. А в Египте было так. Там была одна-две розетки, которые вот так вот работали. Основные не работали, но я находил такие, которые работали. Я думал, здесь тоже, может, одна какая-то всё-таки работает. Ну, если нужно человеку куда-то уйти. Я хотел пауэрбэнк поставить на зарядку, так как завтра ехать в Париж. Итак, по этой же валютной паре. Доллар, японский иен, вниз 5 минут. Отличный сейчас скачок. Выставляем 1, 2, 3, 4, 5. И ставим на понижение. Флэт работает отлично. Коридор работает отлично. Идём по скальпингу. Всё нормально. В этот раз уже хорошая точка для входа. Можно спокойно войти. Итак, подходит у нас к концу сделочка. И опять всё решается на последних секундах. Смотрите. Есть, девочка закрылась. Третий плюс в ряд. Давайте посмотрим, что у людей. Плюс, плюс. Да. Итак, снова доллар, японский иен на понижение. На 3 минуты давайте зайдём. Раз, два, три. Успел, успел, успел. Немного не успел. Но всё-таки успел, мне кажется. Вот здесь нужно было ставить. Давайте в этом моменте что-то вам, может быть, порассказываю. А то я эти все моменты буду уж вырезать, где я просто сижу и втыкаю на монитор. Сегодня погулял по столице Литвы, по Вильнюсе. С утра пошёл, купил билеты. Но всё испортил дождь. Была очень холодная погода. Знаете, народ, я вот думал, почему я раньше, например, почему я работаю, например, только в Киеве. И ведь я могу работать с любой точки. Почему я не могу поехать, например, в тот же Таиланд? Поехал и оттуда себе работаешь, даёшь сигналы, снимаешь видео, просто там живёшь возле моря. Но это настолько круто оказывается. С утра себе гуляешь, с 5-ти там начинаешь работаешь, сигналишь. И заодно в путешествии находишься. Так, подходит к концу наша сделка. Скальпинг работает, видите, я давал на 5 минут. На последних секундах, да, было рискованно. На 3 минуты всё отлично у нас. Сделка заходит в плюс. Четвёртый плюс уже подряд. Вы вот всё видите сами, как я торгую в закрытой группе. Вот идёт торговля. Плюс, переходим. Переходим, смотрим, что у людей. Вот кто торгует. Просто сегодня что-то очень мало людей торгует. Плюс, плюс. Итак, сигнал по евро, японский иен вниз. 3 минуты. Ой, евро, японский иен. Успею или не успею? Успею. 3 минуты мы поставили. И на хорошем пике мы заходим на понижение. Всё шикарно. Отлично всё идёт. Сигнал был чёткий. Точка разворота сыграла. Итак, смотрите, что происходит с графиком. Как всегда, на последних секундах график жёстко шалит. За последние 30 секунд резко поднялся. Вот опустился. Но всё шикарно. Сигнал заходит в плюс. Точка разворота сработала. Итак, у нас уже пятый плюс подряд. Вот, всё видите, сами торгую в закрытой группе. Так, это уже столько комментариев. Видите, когда есть одни и те же люди, торгуют одни и те же люди. Тупо сказал. Когда есть одни и те же люди, торгуют одни и те же люди. Ну, логично, правильно? Итак, у нас сигнал. Доллар и японский иен. Вниз 3 минуты. Погнали быстро, чтобы не пропустить. Раз, два, три. Заходим. Сигнал у нас заходит. Всё шикарно. Блин, я что, не в ту сторону? Подождите, подождите, подождите. Вверх 3 минуты, я поставил вниз 3 минуты. А чё у людей минус? Так, я что-то вообще натупил, короче. Так, доллар и японский иен вверх 3 минуты. Погнали. Вот, отличный, отличный сигнал. Раз, два, три. Вверх. Вверх 3 минуты. Я не на ту кнопку нажал, короче. Вот, это шестой плюс. Там реально же в плюс. Вы сами видели. Я просто нажал на понижение. Сигнал-то был на повышение. Итак, у нас седьмой сигнал заходит. Но у меня он не седьмой, потому что я что-то не туда поставил. Шестой я не туда поставил. Так, отлично. Что у нас у людей? Плюс. Понятно, что плюс. Итак, сигнал у нас по доллару-канадцу. Вниз 3 минуты. Переходим в торговый терминал. Доллар-канадец. Доллар-канадец. Раз, два, три. Десяточку на понижение. Все шикарно. Идем дальше. Итак, у нас снова на последней секунде развязочка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Одна шикарно. Плюс. Смотрите, да? Реально повезло. Так, смотрим, что у людей. Плюс. Все успели, все поставили. Вот, видите, седьмой плюс в ряд у Erlano, у всех. Итак, у нас USD-канадец. Поставили вверх 3 минуты. Идем по тренду. Итак, у нас последние секунды. Была здесь просадочка. Но тренд не подкачала. Идет дальше. И сигнал заходит в плюс. Восьмой сигнал заходит в плюс. Есть. Иди сюда. Так, я первый комментирую. Нет, я не первый, не успел. Итак, народ, давайте подведем итоги. У нас получилось 9 плюсов в ряд. Раз, два, три, четыре. Здесь тоже плюс. Плюс здесь как раз я поставил в противоположную сторону. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь минус. И здесь три. Раз, два, три. Вот с этого сигнала я начал снимать видео. Так что вот такой вот видос, народ. С вами был Рэпертрейдер. Всем удачной торговли. Подписываемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok